Благоустройство общественных пространств на территории Московской области обсудили на расширенном заседании правительства Подмосковья. Встречу провел губернатор области Андрей Воробьев. Связь с главами муниципальных районов поддерживалась в режиме видеоконференции. Формирование комфортной среды и прямое участие граждан – основные цели программы благоустройства общественных пространств. Мы работаем по здоровому направлению благоустройства. Это территория повседневного пользования жителей, двора межпортального благоустройства, районные и городские скверы, парки. Также территория активного воздуха жителей, гостей городов, природные объекты, трассы для снегасской ходьбы, уже роллерные трассы, маршруты и создание инфраструктуры вблизи лесных массивов. И территория притяжения туристического потока, центр исторических городов, уникальные объекты, зона коммерческой активности. По итогам 2018 года Московская область стала регионом-лидером по развитию комфортной городской среды. Так, если говорить об итогах 2018 года, в соответствии с нашей программой, было благоустроено 1375 дворов, 250 детских площадок, 66 общежных территорий, 20 парков, 48 ездных клуб и почти 700 километров дорожного освещения по программе «Светлый город». Данные изменения коснулись более 3,5 миллионов человек. В 2019 году по программе формирования современной городской среды в Подмосковье выделят 12 миллиардов рублей. Почти 7 миллиардов на общественные пространства и парки, 3,2 миллиарда на дворы и детские площадки, 1,8 миллиарда на программу «Светлый город». Если говорить о численных показателях в результате работы 2019 года, появится 1360 устроенных дворов, 246 детских площадок, 50 общежных территорий, 18 парков, будет установлено 10 каруселей и 700 километров наружного освещения по программе «Светлый город». Данные изменения видят уже более 4,7 миллиона человек, жителей Подмосковья. С учетом мнений жителей и общественных слушаний, разработан план работы на 5 лет. С 1 апреля стартует программа создания парковых территорий в лесах региона. На 25 площадках будут организованы трассы для квадроциклов, мотокросса, кемпинга, велосипедных и беговых маршрутов. Планируется обустройство пляжных и шашлычных зон. Андрей Пластунов, Алена Иванова, Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».